Что ни говори, но представить ближайшее будущее инновационных технологий очень трудно без совершенствования работы одного важного составляющего, которое носит название оптическое волокно. Возможно, вы даже не задумывались над этим, но оптоволокно окружает нас повсюду, даже в таких привычных в быту вещах, как телевидение и интернет. Именно при помощи оптоволокна происходит передача оптической информации. Но в этом еще не заключаются все его возможности. Они применяются в качестве сенсоров для измерения температуры, давления и механических напряжений. Кроме того, оптоволокна используют как распределенные спектроскопические и акустические детекторы для исследования нефтяных скважин. Эксплуатация оптических волокон при высоком давлении и температуре неизбежно ведет к осложнениям из-за химического взаимодействия с водородом и влагой. Несмотря на то, что ученые КФУ продолжают существенно улучшать производительность оптических волокон, проникновение водорода и влаги даже через защитный углеродный слой к сердцевине оптоволокна до сих пор остается загадкой. Это для нас не было каким-то основным направлением. Это была одна из таких частных задач, где мы путем использования вот такой новой техники в спектроскопии, которая называется гигантское комбинационное рассеяние света, нам удалось обнаружить вот такие наноразмерные углеродные аллотропы в структуре вот этого покрывающего слоя. С использованием уникального оборудования физики КФУ смогли выполнить химическую диагностику поверхности такого покрытия с нанометровым пространственным разрешением. Они обнаружили в тречинах на поверхности оптоволокна связки углеродных нанотрубок, которые могут играть роль транспортных каналов для молекул агрессивной среды. Понимание механизма проникновения водорода и влаги через защитный слой углерода позволит улучшить производительность оптоволоконных сенсоров для диагностики нефтяных скважин. Сейчас именно благодаря, видимо, этой работе вот у нас будет большой проект, связанный с тем, что мы должны будем полностью охарактеризовать химический состав таких аморфных углеродных слоев, то есть это визуализация, это полная химическая диагностика, это фактически рассказать производителям, что происходит в этом углеродном волокне не только при высоком давлении, при высоких температурах, но и при механических стрессах. Ученые уверены, что проводимые ими исследования помогут оптимизировать технологические процессы в индустрии создания оптических волокон защитным углеродным слоем для их использования в геологоразведке нефтяных скважин. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюс.